Шумбрат, Подмосковье. В столичном регионе состоялся очередной праздник, который собрал на одной площадке представителей различных национально-культурных объединений. Ежегодный областной фестиваль, инициированный мордовской автономией, на этот раз прошел в городском округе Домодедова. Шумбрат! В переводе с мордовского это слово означает «приветствие». Именно так организаторы фестиваля встречали своих гостей, которые приехали из различных уголков России. Шумбрат в Подмосковье уже стал традиционным праздником. В столичном регионе он проводится во второй раз. В планах у представителей мордовской автономии с каждым годом делать его все масштабнее и масштабнее. Приглашаем всех представителей национально-культурных автономий Московской области. Каждый представляет свою национальность, свои творческие номера, возможно, свои даже блюда. Одной из площадок фестиваля стала выставка декоративно-прикладного искусства. Николай Кучаев специально приехал на праздник из Сызрани. Занимаясь более 15 лет гончарным ремеслом, молодой человек собрал большую коллекцию глиняной посуды и сувениров. Все это он сделал собственными руками. Вот это музыкальный инструмент называется окорина. Довольно-таки древний инструмент, но это упрощенный вариант. Изначально это был большой глиняный сосуд с множеством отверстий разного диаметра. Своим мастерством Николай поделился с маленькими гостями праздника. Для них он провёл мастер-класс по изготовлению глиняной посуды. Так, совместно с профессионалом, дети своими руками создавали сувениры. Ставим вот так ручки. Расслабленные, лёгкие, чтобы мягко двигались. Прижимаем вот так. Кроме фестивальной части, на праздники предусмотрена и деловая. Актуальные вопросы в сфере межнациональных отношений обсудили за круглым столом. Среди участников дискуссии представители правительства Московской области, общественная палата, а также руководители национально-культурных объединений. Эксперты отмечают, народные праздники, проводимые на территории Подмосковья, играют значительную роль в формировании толерантного отношения друг к другу. По словам Эльмиры Хаймурзиной, в столичном регионе ежегодно проводится 12 фестивалей национальных культур. А 15 и 16 сентября в городе Мытищи пройдёт второй общеобластной праздник. Мы приглашаем туда всех, кому интересно вообще узнать что-то новое о национальном составе Подмосковья, о том, какие организации активные есть, о том, какую работу они ведут, что они делают для детей, какую просветительскую работу ведут. Участники круглого стола обсудили также роль СМИ в формировании культуры межнационального общения. В этом направлении с подмосковными журналистами будет проводиться более детальная работа. В частности, в этом году для них запланирован специальный обучающий семинар. Богатые опыты в этой сфере есть у сотрудников телеканала ЛРТ. Наш телеканал ЛРТ городского округа Люберцы, благодаря созданному в 2014 году интернациональному патриотическому телепроекту «Мы, россияне», ежегодно распространяет уникальный положительный опыт взаимодействия СМИ с органами власти, общественными объединениями, образовательными и региозными учреждениями. Ну и какой праздник проходит без песен и танцев? Третьей и самой зрелищной частью фестиваля стала концертная программа. На сцене можно было увидеть выступления мордовских, белорусских, украинских, татарских и многих других творческих коллективов. Московскую область по праву можно назвать не только многонациональной, но и дружелюбной территорией. В регионе проживает более 140 народов, когда во всей России насчитывается 190. Но самое главное, что более 70% жителей страны положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Луиза Игия Зарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.